А я чуть не понимаю, о каком сливочном масле говорят, что типа у авиа будет покмакать с сливочным маслом, если вот мы покупаем масло, оно сделано на Украине. Я так предполагаю, что это как раз подготовка к голоду. Такого не было никогда. Масло, новая нефть. В России рекордное за 17 лет подорожание сливочного масла вызвало волну краш в магазинах. В некоторых супермаркетах масло стали паковать в защитные контейнеры, в которых обычно продается красная икра. Город Екатеринбург, магазин Кирилевский. 24 октября. Масло продают только в защитных числах. Раньше так только икру продавали. Также российские соцсети облетело видео, на котором в Екатеринбурге ночью обчистили молочный магазин. Целенаправленно выгребали именно масло, ну и денег с кассы немножко взяли. Субтитры подогнал «Симон»! По подсчетам владельцев, ущерб составил 100 тысяч деревянных. Но это вместе с разбитым стеклом. Хозяева магазина просят горожан сообщить им, если неизвестные будут продавать масло с рук. В конце октября Россия впервые начала импортировать сливочное масло из Объединенных Арабских Эмират и Турции, чтобы сдержать рост цен. Вот сеть облетела тоже видео, на котором россиянка, живущая в Эмиратах, держит купленную там пачку масла украинского производства. И недоумевает, как Эмираты могут поставлять в Россию масло, если в самих Эмиратах масло-то импортное. А я чуть не понимаю, о каком сливочном масле говорят, что типа у авиа будет покмакать сливочным маслом, если вот мы покупаем масло, оно сделано на Украине. Вот, Украине. Тут, ну, я не знаю, здесь немецкое масло продается, украинское. О каком своем масле тут может идти речь? Казалось бы, смешнее уже быть не могло. Страна с бескрайними пастбищами импортирует масло из крохотного клочка пустыни. Но нет, выяснилось, что все еще позорнее. Масло приходится покупать у украинцев, а без украинского масла опять не выходит величие. По официальным данным, с декабря цена на сливочное масло в России выросла на 25,7% по сравнению с уровнем инфляции 8,6%. Россельхознадзор одной из причин назвал западные санкции. Но СМИ связывают резкий рост цен на масло с дефицитом импортных жиров и сырья, проблемами с обслуживанием оборудования, а также кадровым голодом на заводах. Несколько крупных предприятий частично или полностью остановили производство. Кроме того, полки в российских супермаркетах становятся все пустее и пустее. Некоторые на России уже говорят, что нужно готовиться к голоду. У меня нет доверия вообще в принципе системе власти, тем, кто принимает законы антинародные и в угоду именно системы. И я так предполагаю, что это как раз подготовка к голоду, которую сейчас у нас в принципе мы наблюдали с апреля месяца, когда у нас были потопы, пожары, наводнения. То есть все направлено на создание искусственного голода, как это было в 90-е годы. Ведь есть информация, что уничтожали специально продукция, не довозилась до магазинов. И сейчас мы сталкиваемся, что у нас не будет кур и не яиц. А вот директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Он заявил, что рост ВВП, которым отчитывается российское правительство, является фейковым. По его словам, на самом деле в машиностроении РФ наблюдается серьезный спад. В частности, в производстве сельхозтехники снижение производства в 30-40% в зависимости от отрасли. Вот мы говорим, у нас ВВП растет на 3%, в том числе обрабатывающая промышленность. Слышали? Слышали. А объем продаж сельхозтехники на сколько упал в России в этом году? В разных сегментах. Там колесные трактора минус 25-30%, комбайны минус 35-40%. Ребят, вот как-то так. Но об этом почему-то Первый канал нам не сказал. Когда вот был агросалон, его показали. Пришли там начальники, все здорово, нормально. Вот они красивые комбайны, как трактора наши, отечественные, родные. Которых мы будем покупать, наверное. Но не будем, потому что денег нет. Ни денег, чтобы произвести. Ни денег, чтобы купить. Минус 30%. В России растет производство только военной техники, которую затем все равно сжигают на фронте. Прочие же сектора экономики только деградируют. А еще вот он раскритиковал и китайские инструменты, которые поставляются в Россию. Спустя три года войны и санкций оказалось, что все импортозамещение свилось к тому, что вместо качественных западных товаров в Россию теперь завозит китайское... Естественно, в речи сейчас из Китая такое дерьмо пошло. Это просто какой-то капец. А раньше, в общем-то, сейчас с инструментом это просто беда. Это, не знаю, еще они улепят. И ведь особо не предъявишь никому ничего. Тем временем жители Нарийманово Астраханской области продолжают жить без воды, без отопления и без света. Ходят за водой они по старинке на реку. Ходим за водой. Вон мама тащит. Ведерко маленькое. Воду отключили в связи с аварией. Ни холодной, ни горячей, ни отопления воды. Сегодня 2 ноября. В Нарийманове, где я проживаю, нет ни отопления, нет ни холодной воды. Проблемы со светом и в других российских городах. Поселок Лесно, света нет. Вот, включаю свет. И нигде нет света. А в Калининграде Путин массово вырубывает лес. Вырубает многолетний лес в Светловском городском округе Калининградской области. На площади 64 тысячи квадратных метров уже вырубили 1295 деревьев. И к вырубке готовится еще два больших участка. Лес находится в 17 километрах от здания правительства Калининградской области и в 3 километрах от ФБУ, российский центр защиты леса. Лес многолетний, красивый, здоровый. Он идет сплошняком под бензопилу. А в Самаре жалуются на гигантскую мусорную свалку. Вот оно, российское величие и результат 25-летнего правления Путина. И вот оно, российское величие. В Самаре жалуются на мусорную свалку. Вот так вот выглядит 25-летнее правление диктатора Путина. ЛАЗО-34, ЛАЗО-32, ГАЙДАРА-6. А вот наша контейнерная площадка. За три года ее существования такого не было никогда. Да, были проблемы с КГМ. Его вывозили редко. Но чтобы не вывозили ТБО, такого не было никогда. Рядом детская площадка. Убирали час назад. Первый же ветер. И весь мусор по территории разлетается обратно. То можно тут круглосуточно заниматься подбором. Я понимаю, день простое. Ну ладно, максимум два. Но не вывозить мусор четыре дня подряд. Говорить о том, что на своем официальном сайте АО «Экология», что за два-три дня он не может собраться столько мусора. А есть куда отправить? Я вчера тоже... Уже отправляла, да? Нет, у нас там убрали. Вот здесь 17-го дома. Прекрасно, я отправляла еще 2-го ноября заявку. Сегодня четвертая. Вот такого не было никогда. Давно не было. Друзья, на этом все обязательно. Напишите свой комментарий. Для меня это очень важно. И до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok